Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити! Я уже неоднократно останавливался на вопросах так называемых психофизиологических противопоказаний. Соответственно, на ваших экранах вы сейчас их можете видеть. Эти психофизиологические противопоказания разработаны, основа их была заложена в 2001-2002 году. МКБ-10 состоялась в области психофизиологии среди ведущих лабораторий, заведующих людей науки, состоялась ряд совещаний, конференций и вот был выработан некий их перечень психофизиологических противопоказаний. Фактически это была попытка создать нечто вроде медицинской классификации МКБ-10. Соответственно, вы можете запаузить это видео, посмотреть, снять скриншот с него. И обратите внимание, здесь идет по убывающей, общей сложности, если я не ошибаюсь, 19 основных психофизиологических противопоказаний. Давайте кратко, очень кратко пройдемся по каждому из них. Высокий уровень личностной тревожности. Фактически речь идет о неврозе, или невротическом состоянии, или же процессе. Тревога – это основной краеугольный камень, основа основ невроза как такового. Далее, второй момент, второе психофизиологическое противопоказание – это склонность к депрессивным проявлениям. Апатия, низкий фон настроения, как следствие, возможно, различного рода генеза, так называемые депрессивные состояния, или же состояния, или процессы, как угодно в литературе, по-разному они встречаются. Третий, высокий уровень напряженности, замкнутости, трудности социальной адаптации – один из симптомов, являющихся показателем при каких-то социальных, и не только социальных проблемах, да, то есть речь идет о шизофрении. Акцентуация характера, как известно, Гаун-Молушкин выделял 16 типов психопатий, ну и там еще у него есть пограничное состояние, но речь фактически идет о расстройстве социальной адаптации. Если раньше это называлось психопатиями, то сейчас речь идет и принято называть это социопатиями, то есть расстройство социального поведения, социальной адаптации. Нестабильность стресса и ситуации, понятно, что это различного рода стрессы, связанные с различными, ну поскольку у нас в лаборатории преимущественно мы обследуем лиц опасных профессий, то есть на промышленном предприятии, как правило, это стрессы связанные, в большинстве своем связанные с трудовой деятельностью, далее идут стрессы связанные с семейной ситуацией, с семейными обстоятельствами, ну и так далее. Собственно, вот это является одним из психологических противопоказаний, одним из ведущих. Неудовлетворительная нервно-психическая устойчивость, низкий уровень эмоциональной устойчивости, тесно переплетающийся, понятно, с социальной, с уровнем социального реагирования, психопатиями. Высокий уровень невротизации, опять же, да, речь идет о невротическом развитии или уже констатации невроза, как такового разного различного генеза. Высокий уровень психопатизации, опять, да, социальная дезадаптация, социопатия. Низкий уровень функциональных возможностей психической адаптации, алекситимия, неспособность выражать свои эмоции, или вернее холодность, встречается очень часто при различном роде невротических проявлениях и отчетливо прослеживается при шизофрении. Наличие признаков или предрасположенности к отклоняющемуся поведению, для кого не секрет, да, аддиктивное поведение в плане излишнего употребления алкоголя, алкоголизация, наркомании, деленхвентное, суицидальное поведение и так далее. Все это аддикции и, соответственно, является одним из тоже ведущих психофизиологических противопоказаний. Низкий уровень развития общих интеллектуальных способностей, да. Значит, низкий уровень непосредованной памяти, тут все понятно. Искажение процессов обобщения, шизофрения, да, только специфическое расстройство, нарушение мышления, это искажение процессов обобщения, встречается только при двух нозологиях, это шизофрения и маниакально-депрессивный психоз, чаще всего практически в 99 и 99 процентах случаев. Низкая устойчивость внимания, это, как правило, люди возрастные, органические нарушения, альцгеймер и так далее. Низкие показатели функциональных адаптационных возможностей, неспособность другими словами, что это значит, человека выполнять определенную деятельность с заданным уровнем эффективности. Ипохондрия понятно, да, то есть чрезмерное внимание к своему здоровью, неблагоприятные факторы соматического характера прослеживаются у нас в процессе обследования, мы собираем анамнез, то есть чем болеет человек, какие у него, значит, проблемы со здоровьем и так далее. Ну и на последнем уровне, но может быть отнюдь не самом последнем, а может быть и самом главном в нашей непростой жизненной ситуации, экономической, политической и так далее, это неблагоприятные социально-психологические факторы. То есть нарушение каких-то опять основ социального благополучия, снижение качества жизни, прежде всего из-за неблагоприятной социальной среды, тоже один из ведущих факторов так называемой группы риска, то есть второй или третьей группы риска. Вторая группа это ограниченность, ограниченная годность какой-то деятельности к выполнению потенциально опасных видов работ. И третья группа это абсолютная невозможность восстанавливаться, то есть невозможность выполнить определенную деятельность за указанный период и плюс ко всему еще не происходит восстановление организма человека, его психических сил и возможностей. Это третья группа, то есть группа не годен такой деятельности. На основании таких данных мы формируем так называемые нормативы, то есть получая такие данные за определенный период времени, мы их усредняем по большой выборке, откладываем среднеквадратичные отклонения и тем самым получаем границу нормы. И это очень несложно сделать любому человеку, психологу, кому угодно. Вот таким образом задали вопрос, что такое психологические противопоказания. Ну вот они на данный момент на ваших экранах представлены. Спасибо за внимание и удачи вам!